Июль для дачника Сегодня побываем на козьей ферме, поговорим о жимолости и голубике, узнаем о способах борьбы с муравьями и дачном досуге, если он случится благодаря экстремальной погоде. А для начала я задам вам вопрос, что вы делаете с жимолостью после того, как собрали ягоду? Кстати, недавно я посчитала, сколько кустов жимолости в нашей семье приходится на одного человека. Получилось по 2,5 куста. Если пересчитать кусты, сущие пустяки. Если собирать ягоду, проще подготовиться к двум экзаменам. Хорошо, что жимолость не ремонтантная. Собрал и забыл. Но оказывается, собрал и забыл – это неправильный ответ. Жимолости, как и любой культуре, требуется уход. По жимолости и по уходу, что самое главное? Вот за мои наблюдения за столько лет, никакого навоза вообще. Никакого торфа вообще. Обыкновенная хорошая земля, на которой до этого, пускай даже был навоз торф, но до этого 2-3 года вы выращивали, перекапывали, делали. То есть, видите, какая земля? Вот, обыкновенная земля. Это мои наблюдения и работа с удобрениями. Удобрения обыкновенные, самые лучшие – это аммиачная селитра. Рано-рано весной. Вот сейчас я под кормку, под дождь сделаю, ягоду соберу, это опять сделаю азотной мочевиной. Почему мы делаем аммиачную селитру рано весной, в марте и начале апреля, а аммиачная селитра действует при температуре плюс 5, а мочевина только после плюс 10 почвы. Поэтому, если мочевины будете удобрять рано весной, вы просто деньги на ветер. Поэтому это. Вот сейчас еще одна азотная подкормка, и потом еще одна подкормка будет в июле-августе фосфорно-калийная. Все. Самое главное в жимолости, чтобы не было сорняков. Особенно это пырей, это хмель японский, как, знаете, вот плетется. И еще у нас есть такое плетущееся растение, здесь мне его сейчас не видно, такое, знаете, колючее, мы называем его кислица. Оно когда молодое, плетется колючками по дереву, по всему, но кисленькое. Не знаю, как правильно название, сейчас не помню. Вот эти три сорняка, вообще любые сорняки наши было чисто. И требуют, чтобы почва под ней всегда была верхний слой, рыхленькая. Если вы не можете создать рыхленькое, можно использовать мульчу. То есть использовать агротекс, там полиэтиленочерная пленка, это разный вариант. Но там какая хитрость. То есть если вы посадили мульчу, вот эту искусственную, вы закрыли ее, ну, чтобы травы не было, то обязательно весной откройте ее, рано весной. И до середины мая мульчи не должны быть под кустами. Должны кусты дышать, получать почву ультрафиолет, сделать себе подкормки, а потом опять накроете. Но желательно, если у вас черный лутрасил, сверху лучше всего прикрыть опилками, травой, чтобы лутрасил не был под солнцем. И чтобы когда шли осадки, они шли через мульчу такую, органическую, чтобы не было уплотнения почвы, верхнего слоя. Все, никаких проблем. И еще, под осень обязательно, если у вас сухо, это хороший пролив. Потому что очень часто жимолость погибает, кусты, от того, что была сухая осень, не хватило влаги, и идет иссушение в зимнее время. Вы смотрите видео-версию журнала «Сады и огороды Приморья». Хотите узнать, сколько стоит строительство дома? Читайте июньский номер журнала. Наши партнеры, строительные компании «Мистер Брус и Солнечный терем» расскажут, как правильно спроектировать загородный дом. Вы смотрите телеверсию «Садов и огородов». Прямо сейчас отправляемся на козью ферму в пригороде Владивостока. Будем искать ответы на вопросы, для чего козья шапка, и можно ли уйти в отпуск, имея ферму с животными. Вот с рыжим окрасом – это голландская линия, а американская – это черно-белая у нас. Это нора, это эндер. Англоанубийская порода, конечно, это ручные козы. Они с хорошей, адекватной психикой. Алена Кузнецова – хозяйка козьей фермы в пригороде Владивостока, знакомит нас со своим хозяйством. Альпийская порода имеет жирное молоко, плотное молоко. Англоанубийское молоко более жирное, сливочное, оно хорошо для кисломолочных продуктов. Для сыра, конечно, тоже, но очень вкусное. Занинское – это уже всем давно известно, что это объемы хорошие и качество молока стабильное. Весной на ферме появляется сразу около 20 козлят. Настоящий детский сад. Чтобы козлята превратились в продуктивных, им требуется тщательный уход и внимание. Эта коза самая красивая для меня. Зовут Луна. Ей два месяца. У нее очень хорошая, родословная. Но мы подбираем для себя коз не только по данным, по молочным характеристикам, но еще и для души, чтобы они были красивые. Это такой окрас. Родители, привезенные из Соединенных Штатов Америки, там очень серьезно занимаются козоводством. И такой генетический материал оттуда в одно время привезли. И мы пользуемся сейчас этими наработками. И имеем теперь вот таких красивых животных. Не только продуктивных, но и красивых. На ферме Алены есть заанинские, англонубийские и альпийские козы. Любимец хозяйки – козел по имени Кронг. Очень крупный, статный и при этом камолый. Видите, какая вот… Вот она, любая. Да, это мой конь. Когда у нас девочки катятся, внимания мало достается мальчикам, они скучают. Ну, есть кто не скучает, но Кронг – это, да, мальчик. С ним можно поговорить. Да, этот козел имеет хорошую психику. Он добрый, он понимает, да, как бы все. Он не будет выламывать заборы. Он ведет себя тихо, спокойно. Вот эти тоже качества. Мы же не только по молоку выбираем, но все полностью, тот макет козы, который мы хотим получить, мы получаем таким образом, убирая папу и маму. На ферме есть только одна коза с рогами – красавица Наоми. Чтобы своенравная красотка не устраивала дедовщину, ей приходится надевать шапочку. На второй-третий день мы уже убираем рога, для того, чтобы они себя не ранили. У нас только одна коза с рогами. Ой, красивая. Какая красивая девочка. Она прямо Наоми, да. Наоми, да. Она у нас главкоза, поэтому она с рогами. И она знает свое преимущество перед другими козами. И, скажем, достается им всем. От нее, да. Поэтому мы, ну, как бы... Она чувствует, что на рогах что-то есть, и она уже успокаивается тем самым. То есть козы, они очень умные и хитрые. Теперь вы знаете, что козы бывают умные, красивые, хитрые, с рогами и без. А сколько коз нужно завести, чтобы обеспечить семью молоком? Одна коза, в принципе, может удовлетворить потребности семьи, но только в период лактации, да. Лактирует она там месяцев 10. Это отличное породистое животное. Животное беспородное, ну, там, 4-6 месяцев. Если вы завели козу, то через 2 года у вас уже будет не одна коза, а 3. Потому что для того, чтобы получить молоко, нужно обязательно, как бы, покрыть и принять этих козлят. Для того, чтобы козлята появились, нужен козел. Ну, и это... Это прогрессирующий процесс, как бы, остановиться невозможно. Потом мы начинаем, мы хотим белую, хотим черную, потом рыжую, потом такую. И, как бы, все это прирастает, вот, как бы, если это нравится. Если не нравится, лучше сразу, как бы, отказаться от этой идеи, потому что это непросто, все непросто. Что касается породы, конечно, нужно заводить животное породистое, потому что нет смысла тогда кормить животное, которое непродуктивно. Кушают они много, поэтому... Ну, поэтому и занимаются такой вот племенной работой для того, чтобы получать животных качественных. Продуктивное, оказывается, должно давать от 3 литров до 5. Ну, есть и 6, и 7 дают, но это отдельные экземпляры, мы их не берем в расчет. Подведем итоги. Ферма – это 20 взрослых коз, которых нужно доить дважды в день, да еще почти 20 козлят. А на дворе лето, пора отпусков. Тот, кто собирается завести козу, должен прекрасно понимать, что, ну, коза – это якорь, который держит тебя в хозяйстве, не отпустит никуда. Мы, конечно, летом отдыхаем, мы очень любим отдыхать, но немного, но качественно. Мы обошли Владивосток, да, со всех сторон, на САПах. У нас это было как бы прямо как задача, что, да, имея коз, имея ферму, нужно просто научиться уметь отдыхать. Имея животных, имея коз, имея ферму, мы, кстати, на морях были даже чаще, чем те люди, которые их не имеют. Вот, то есть мы знаем цену времени, цену отдыха. Это очень немаловажный момент для того, чтобы снова напитаться. И потом иметь какие-то, генерировать какие-то идеи, нужно, конечно, посмотреть по сторонам. Предлагаю вам вспомнить басню «Стрекоза и муравей». Готова поспорить, что сегодня ваше отношение к героям басни изменилось. Что дачнику от того, что над ним пролетит стрекоза? А вот если на грядке образовался муравейник, что делать с муравьями и муравейниками, мы спрашивали у агронома и руководителя семейного сада «Династия» Анатолия Ашаги Ахметова. Ну, сейчас рассказ пойдет уже тут и по яблони, и частично я расскажу про муравьев. Как не открою какую рекламу, интернет и так далее. Вот средства, срочно борьба с муравьями, убивайте муравьев, разносчик тли и так далее. Вот смотрите, вот можешь показать, смотри, яблонька, видите? Вы хоть одну тлю видите? Нет. Вот рядом другой сорт, смотрите. Вы хоть что-нибудь видите? Нет. В этом саду не сделано ни одной химобработки. Борьба с муравьями вообще не ведется. И не собираюсь. Муравьев – это польза. Только с ними надо уметь дружить. Я борюсь с муравьями только на двух культурах. На жимолости в корнях и на клубнике. На клубнике очень просто. Если у меня, видите, пленка покрыта, муравьи заводятся. Я увидел, муравьи появились, приподнял, дихлофосу пшикнул и закрыл. Все. Ну, на какое-то время кончилось. А на жимолости там посложнее. Там где-то дихлофосом пшикалка пшикнул. А где-то после уборки урожая это желательно в наших условиях. Потому что у нас на жимолости, это отдельный вопрос, появилась корневая тля. И у нас кусты жимолости часто погибают от двух вредителей. Это корневая тля и майский жук или хрущ. То после уборки урожая нужно пролить корень препаратами, которые именно для почвенной обработки идут. От проволочника, от медведки, от этого действует вещество диазенон. То есть берете, растворяете его в воде и проливаете под корень, и тля там погибает. Актора тоже хорошо, но это очень дорого. Сейчас очень часто в интернете аммиак, нашатырный спирт, полив нашатырем, помогает от жука, майского, личинок. Ничего подобного, все это вранье, ничего не помогает. Потому что не помогает. Вы обработали. Ну представьте. Он глубоко был. Чтобы пролить вашу грядку на глубину 30 сантиметров, ведра не хватит, нужно 300 литров. А если вы 300 литров растворите на нашатырь и прольете эту грядку, там расти ничего не будет. Потому что нашатырь убивает все. Он убивает не только жука, он убивает все бактерии полезные и так далее. Это еще в советское время нашатырем поливали поля, пшеницу. Да, первые три года урожай, потом ничего не растет. Убивается микрофлора. Вся, полностью. Клубнику собрали и пролейте каким-нибудь инситицидом. Под корень. Вот и все. Тем же децесом. Ну раньше был хлорофос, сейчас нет децес. Те же карбофос. Пролить и под корень пролить, чтобы там, когда личинка вон в это, ну, чтобы ушел или погиб. Тем же диазеноном, любой, который медвитокс, он тоже убивает ее. То есть сделайте возле клубнички дырочку, ну, вы понимаете, сбоку. И туда засыпьте шурфик и засыпьте туда вот этот вот препарат от медведки, от муравьев. Там, где именно препарат диазенон. Диазенон написано сверху. Есть вещество. Есть вещество, да. Все, это почный, это, это, фу, дырочку сделали и так далее. Пролить кусты, ну, невозможно. Тут же, когда вы будете проливать жимолость, тоже надо дырки шурфы делать. Вы сверху польете, он-то не пройдет, нам в корень дать. Потому что то же самое. Это проблема, это вот тля и майский жук. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Очередной номер вышел в начале июня. Партнеры журнала – компания «Ректона», которая строит дома, бани, дачи. И компания «Плодородие Приморья». Она предлагает биогумус для оздоровления почвы. С вами Александра Винниченко и самая дачная программа. Говорят, дача – это место ссылки для ненужных вещей. А мы расскажем вам, как из ненужных вещей сделать эксклюзивные. Именно такие получаются у председателя СНТ «Ландыш-1» Галины Реутовой. Если в огороде пекло или идет дождь, самое время порыться в закромах и найти ненужные джинсы. Я еще сошью сюда джинсовые подушечки. Это в проекте. Ну, это шапочка тоже из старых джинсов. То есть видно, да, что это старые джинсы, детали взятые. Да, могу примерить. Без зеркала. Ну, вот как-то так. Такая вот шапочка. А вот это, тоже гордость, да, вот здесь собраны несколько видов старых джинсов, абсолютно старых, которые уже никто носить не будет, с дырками, где-то с пятнами. Это называется синель-техника для коврика. Сшила основу. Затем я взяла старые джинсы, порезала их на части, настрочила. И затем между строчкой я разрезала. Вот здесь, если посмотреть, да, то проходит строчка. И разрезала. Ну, и потом, когда уже все это поле зашито, щеточкой расчесывается, стирается, и вы получаете вот такую красоту из старых джинсов, которые уже не нужны. И, в общем-то, тема чем интересна. Если вы хотите сделать себе, может быть, чехол на подушку или маленький коврик, и он вам будет из вашей же одежды, которая была горячо любима, вы там до дыр сносили эти джинсы, они вам будут служить дальше и приносить радость и служить оберегом. Допустим, взяли какие-то вещи своих родителей, может быть, родственников, которые вам дороги. Рука не поднимется их выбросить, но им можно дать вторую жизнь. Узор можно сделать любой. Техника Синель, она дает вот именно вот эту мягкость, и потом под джинсовую ткань я прокладывала, для того, чтобы была вот эта еще дополнительная пушистость, прокладывала фланельку. Причем фланель не обязательно тоже брать новую, сюда можно использовать, ну, утилизировать какие-то ненужную одежду, еще что-то. Вот, видите, допустим, вы можете взять джинсы разного цвета, и, соответственно, у вас получается уже другой рисунок. Напоминаю, в июне вышел третий номер журнала для дачников Сады и Огороды Приморья. Партнеры журнала – Центр флебологии и Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии. Вы смотрите телеверсию журнала Сады и Огороды Приморья. Мы с вами отправляемся в семейный сад «Династия», чтобы поговорить о голубике. На наших дачах эта культура только появляется. А в «Династии» голубика в этом году даст уже второй урожай. Кустам нора лет по 5-6. Выращивание. В чем голубика отличается от жимолости? Да, ягода будут в августе в основном. Отличается чем? Морозостойкость высокая у голубики, но очень низкая устойчивость к иссушению, к нашим ветрам. Поэтому голубику у нас в Приморском крае нужно укрывать. Голубика у нас выращивается, видите, в таких вот корытых по 100 литров строительных. Они заполнены торфом покупным, плюс шишка от наших отходов и так далее. То есть кислая среда. Вы получили новые сорта голубики. Вот такие горшки на 10 литров. Набиваю торфом, ну смесью этой всей, как полагается, высаживаю. И эти горшки, видите, закопаны в землю. И вот эти молодые кустики здесь будут расти еще 2 года. Я их точно так же на зиму все прикрою. И у вас тогда голова не болит. Не полить грубо. То есть нормально, нету, когда горшки стоят отдельно на площадке, то есть перегрева горшков. То есть без проблем вы можете полили и уехали. И так 2-3 года постоят. А потом эти вот эти мои растения переедут через 2 года вот в такие большие емкости. Подкарлим мы только сернокислый аммоний. Это азотные удобрения. То есть это кислые. Ну немножко там органики никакой. Только вот поливок кислотный. И подкормка серой. Серую растворяем в воде и поливаем. Больше ничего. Вот так они у нас растут. Для чего такие корыто? Объясняю. У меня сейчас, видите, посажено густо. Придет время, кусты, они делятся на 2 вида. Высокорослые, которые будут до 2 метров. И низкорослые сорта, которые до метра. Если низкорослые сорта, можно оставить так. Если высокорослые, надо будет рассаживать. Я просто-напросто корыто подниму оттуда, вытащу из почвы и рассажу дальше. Если жимовость у вас средней может при, когда кусту будет лет 15, 3 килограмма ягода, не больше, 4, это предел. То голубика при хорошем развитии на 5-6 год можно получить уже 5 килограмм ягоды. А если будет и выше, у них, возможно, до 10 и выше килограмм ягоды с куста. То есть голубика по урожайности превышает жимовость раза в 4. На этом наша встреча подошла к концу. Встречаемся в августе. И пусть нам повезет с погодой. Дождей и солнца будет столько, сколько нужно, чтобы вырастить большой урожай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok